Что случилось? Когда я в больнице лежал, с инфарктом сердца, она оставалась вот дна, зрячая была. Я звонка жду там. Каждый день я у нас звонила. А тут три дня подряд нет звонка, нет. Что-то у меня стревожило. Я врачу подхожу, я говорю, вы пишите мне, пожалуйста. Да, срочно. Он меня выписал. Что случилось? Он говорит, что случилось? Я говорю, что-то тревожно, что-то дом неладный, что-то надо съездить. Он выписал срочно, я на такси приехал, завожу, открыл. Вот здесь, где вы стоите, лежит ногами туда, вот, нога, женщина, голая. Я еще ее не узнал, что такое. Теперь беру маленькое зеркало, подвожу это самое зеркало к рту, проверяю, живая или нет она. Зеркало, если потеет, она живая. Если не потеет, она мертвая уже. Запотела? Да, запотела. Теперь на полу кровь с ноги и с головы, да? Я кровь быстренько убрал, влажной тряпкой. Голову проверяю. Здесь, на этом месте, у дверей, дыра. А тут сучится еще. С ноги тоже. Ногу проткнули ей гвоздем. Зачем? А вот, не знаю, у нее еще есть вот пять лет. И эту рану еще не могу я закрыть. Сегодня тоже йодом помазала. Вот здесь. На правой ноге. Да? Теперь я ее заволок сюда на койку. Дередили. Она же тяжелая, 80 километров. А мой вес-то 55. А скорую-то вызвали? Скорую вызвали? Да. Скоро приехали. Они сказали, транспортировке не подлежит. Не можем увезти. Потому что очень больная. Она не забрали. Вот давление измерили. Давление еще нормальное, по-моему. Вот было. Оставили. Вот. Оставили. Я ее положу сюда. И давай оживать ее. Вот на четвертые сутки, она трое суток без памяти лежала. Я все грел, грелкой. Вот. Она в сознание пришла. Теперь я спрашиваю, если я ей задаю вопросы, она говорит, ой, 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 ой-ка это. Вопрос задает на мой вопрос, она отвечать не может. А как вы узнали, что случилось? А вот сейчас расскажу. Я, когда она в сознание пришла, она рассказывает мне. Я, говорит, стоял у койки вот тут, у койки, да, сюда лицом. А сзади, говорит, жена племянька стояла там за спиной. Племянник сидел тут на диване. Племянник, говорит, подошел ко мне, говорит, и рядышком стоит, она рассказывает. А сзади, говорит, очень сильный удар, говорит, по голове, по моей голове, говорит. Теперь, она, муж, говорит, наш племянник поставил нож под ножку и очень сильно, говорит, меня толкнул. Она, я не устоял, а упал, говорит, головой стукнулся, упал очень сильно. Вот у нее очень сильно, вот, с отрицательного лома мозга, сказали врачи, да? Раздели ее зачем? Раздели зачем? Как? Раздели зачем ее? Раздели почему? Потому что она хранила за пазухой паспорта, деньги, часть денег и ордер на квартиру, приватизация и завещание на имя племянника. Вот, это все, с нее сняли одежду, завернули вместе с одеждой, все документы утащили. Вот, она, вот, за это она лежала нога, уголая тут. Вчера, вот, вечером, 7 часов вечером зашел. Три месяца не заходил ни она, ни он. За нами никто не уваживает. Это я еле палкой хожу, вот, в магазин, из магазина тошу, пою, кормлю, стираю на нее, все, да? Вот, я замучился. Но, отказать я не могу, потому что человек свой. А племянник знает, что вы заявление на него писали в МВД? Да, вот, еще, паспорт, вот, просчитайте. Вот, чем пишут. Документ, паспорт, что все они забрали. Паспорт, теперь нам вернул он, но он взял 50 тысяч рублей за наш паспорт. За наши же деньги наш паспорт продал он. Получается, так получается? Так он у вас не все деньги забрал? А? Все деньги забрал? Нет. Два миллиона были под полом, там и здесь, за диваном, за диваном. Они вскрыли, оттуда все вытащили, убезли. Вот. Деньги ни копейки еще не принесли они. До сих пор мы голодим, принесите хоть немножко, но я иду нам. Наши деньги. Мы не брали. Я говорю, ну, вот ни копейки, вот ни копейки, да? Ни копейки. Мы не брали, не брали. Ну, я говорю, паспорт-то, вот, как оказался, паспорт-то наши, в ваших руках. Мы делили, собрали 50 тысяч, они 50 тысяч, на 50 тысяч оценили, да? Чтобы возвратить наши паспорта. Мы отдали эти 50 тысяч. Вот. Они нам паспорта вернули, вот лежат они. Туда еще. Без паспорта нам пенсии не давали. Вот за это, они нам отдали паспорта обратно. А как долго у вас паспортов не было? Больше года. Мы ветеранской труда, ветеран труда, показывали место паспорта. Вот они нам деньги, пенсионные деньги уставили. Вот теперь что? Вот эти, теперь двери нам сломали. Сейчас я вам покажу, сам уверите. Всю изоляцию сняли. Вот холодно. Изолировали строителей. Они сняли изоляцию. Этой изоляции до сих пор нет. Уже придется опять нанимать строителей. Вот заплатить, вот, они думали, мы деньги и документы под изоляцией храним, прячем. За это они ободрали все это, да? Пойдете посмотрим. Пойдемте. Пойдемте. Вот один тайник у нас здесь, вот здесь, вот, да? Вот. Этот полонит сняли, кренку сняли, половицу оторвали. А деньги, документы, я отсюда передвинул, вот сюда, далеко, глубоко. Они еще, чем они вытащили, они не говорят. Когда я из больницы пришел, я начал проверять тайники. Тайники уже были пустые. Вот. Один тайник вот здесь, а другой тайник за диваном там. Там тоже все пустое. Все тащили. Молодцы какие, а? А вот теперь дверь, ну-ка. Деверь посмотрим. Иди сюда. Вот изоляция, видите, это изоляция, вот, кругом, вот, холод, вот. А они, видите, там голые, ничего изоляции нет уже. Все. Теперь мы не могли закрываться. Вот этот запор на арматуру, вот этот, когда ручку, ручку вот так крутешь, штырь заходит вот сюда, в эту дыру, вот, вот, да, сюда. И никто открывать уже не может дверь. Они вот это устройство сняли, утащили, а ручка стояла, только ручка осталась. Закрываться уже мы не можем. Мы теперь закрываемся, знаете, как, с чем, вот, двумя палками. Подпирается, да? Подпирается дверь? Да, да.